Алия Славы появилась в микрорайоне Элма. Это десятки молодых деревьев и рассада цветов, высаженных совместными усилиями ветеранов и школьников. Мы расскажем об этом в нашем следующем материале. Так, нормально? Вот теперь, ребята, можно из кучки. Больше десятка молодых кленов украсят двор дома номер 16 по улице Текстильщиков. Это Алия Славы. Ветераны, прошедшие не только войну, но и целую жизнь, показывают, как посадить саженцы. А ребята из 21-й школы с удовольствием им помогают. Мы ветераны. Стареем и стареем. А тем не менее, мы еще стараемся как можно больше встречаться с молодежью, с детьми, обязательно со школами. Им дать направление хорошее. Молодежь замечательно это дело приняла и очень хорошо помогает. Очень хорошо. Сам Леонид Алексеевич принимал участие в военных действиях на Украине. И сейчас с удовольствием трудится вместе с молодежью, с активными жителями дома. Ведь к этому дню многие из них готовились давно. Зинаида Антонова со своей дачи привезла рассаду. Кусты сирени. Тут же в комплекте и его лесная. И рассада цветов. Нарциссы, первоцветы. Всякие луколичные. Те, кому рассаду взять негде, готовили клумбу, помогали в процессе посадки, носили воду, которую вслед за саженцами деревьев предоставил департамент градостроительства и инфраструктуры. Посадка деревьев приурочена не только к 68-й годовщине Победы. Так, в Ологде реализуется программа «Зеленый город» и проходит двухмесячник по уборке. Эта работа в городе приносит свои результаты. И в микрорайоне Элма в том числе и считают жители. Изменилось много. Для детей там сделали площадку очень хорошо. И сейчас вот здесь будет не машина стоять, а деревья будут расти, цветочки посадят. Все будет хорошо. Это заслуга и властей города, и самих волокжан, которым помогают ТОС и городской центр по работе с населением. Долгое время здесь находился буквально пустырь, свалка. Мы уже провели два субботника вместе с жителями. С ТОС Элма, ТОС Можайский. Жители непосредственно близлежащих домов и даже приходили издалека, чтобы деятельно изменить ситуацию в городе. Ухаживать и поддерживать порядок в будущем здесь станут ученики 21-й школы. Таким образом, Аллея Славы станет и Аллеей поколений. Ведь в её создание вложен труд волокжан самого разного возраста. Александра Шер, Максим Ташковец, Вологда.Портал.